Суместная белорусско-китайская выстава «В образы жанчин» у мастатствии Китая и Беларуси разместилась и у двух залах Палаца Шевуношников. Свой погляд на конпрегажу стяжанучшей природы у представленных работах выказали одразу два мастаки. Талиновитая белорусска Марина Илья Шевиш и сусветновядомый китайский аутор Цуй Дзинже. На мой погляд, вельми цикавое такое сполучение техника китайского живопису, два мастаки, один из Беларуси, один из Китая. Ну и такое мысленное, ухоженное свое особистое, а лишь каштувности у нас агут. Марина Илья Шевиш выжилась и китайскому живопису в Москве, Стамбуле и Пекине. Зараз она навод проводит доброчинные семинары по навучанне гэтому мастатскому накерунку. Китайский аутор Цуй Дзинже все неведомо далеко за межами Поднебесной. Он так само заявляется призером шматликих международных и державных премий. Або два мастера працуют у техницы китайского живопису, однако творшая манера, як и колеровая гамма, у кожного своя. Преимущественно цвет, который использовал господин Цуй Дзинже в своих картинах, красный. Мы можем видеть на флаге Китая, на гербе Китая, на свадьбе. То есть на важных церемониях всегда используйте красный, так как он приносит удачу, счастье, благополучие. Объедновывая мастаков, что у их творчести особливое место займает жанучий портрет. Про свои полотна они передают шире эмоции и почуте. Любовь и каханье, мары и надеи. Усё тое, что на мастатской мове сразумело же харам розных краин. Прыгожой жанутскость и элегантность. Глубокие проникненные в образы жанчин в мастатстве Китая и Беларуси символизуют, что не глядяши на расовую приналежность и национальность, усе представницы прыгожей половы человечества подобны у своем имкнении. Быть привабными и поспяховыми. Открыть о совместной беларуско-китайской выставы, продуглеживая и иншую, бадай наибольшую мэтту, подтримание наших сябровских совязев. Я хочу сказать, что Китай и Беларусь хорошие друзья. Между нашими народами имеют традиционную дружбу. В течение 24 года с моментом установления дипломатического отражения наше отражение развивается динамично, устойчиво. Почти это во всех образцах, в том числе и в образцах культуры. Вероника Ворошилина, Валерий Гопанько, Телерадо, компания «Гомель».